Видео. Сократические школы, мегарцы, киренайки, кинники. Мне вообще, кстати, знаете, что не нравится? Название «Сократические школы». Многие мыслители, конечно же, вроде киренайков, например, ну то есть, ну, например, Аристип, позитивно высказывались о том, о смерти Сократа. То есть, ну вот он умер, и они бы хотели умереть так, как он умер, а не поддерживать Сократа в этой ситуации. Ну вот, вот такое вот. Просто вот «Сократические школы», они не до конца «Сократические». На самом деле, тот же Аристип постоянно критиковал Сократа. Судя по легендам, опять же, постоянно его с ним потруднил, подшучивал, критиковал его постоянно. Ну то есть, друзья, мне не нравится термин «Сократические школы». Ну ладно, пойдет. Их просто обычно так и называют, но мне не нравится. Окей. 16+. Меня зовут Круглых Дмитрий, и я как раз автор и ведущий канала «Философское мнение». Сегодня хотел бы с вами продолжить ту тему, которую мы начали несколько лекций тому назад, еще в прошлом году. Ускоряем. Или нет. Если быть со всеми формалистами вообще в прошлом десятилетии. Это тема с Сократом. То есть, мы говорили про Сократа. Если кто-то не был, то мы говорили о том, что Сократ – это был юродивый своего времени, который вопрошал. Который, скажем так, пошел наперекор софистическим идеям, да, софисты, которые расплодились. А в чем он пошел наперекор софистическим идеям в целом? Он занимался риторикой. Его диалектику можно рассматривать как раздел риторики в целом. То есть, его диалектика, его маевтика мало чем отличаются от риторики, которую разрабатывали софисты. Сократа вообще многие могут рассматривать как одного из софистов, вполне так себе. Просто наиболее удачливого софиста, у которого было много последователей в итоге. Правда, он деньги не брал за свои, в общем-то, размышления. Но метод, метод, метод-то у него был довольно-таки схожий. Я, кстати, во многом даже думаю, что Аристотель отчасти зависим от софистов. Во многом потому, что он им сопротивлялся. А во-вторых, потому что софисты поставили проблему, проблему, из которой в итоге появилась логика. Без софистов не было бы логики. Тоже, что важно понимать. А Сократ в этом смысле, ну, очень близок к софистам. Аристотель, если и далек, потому что он строит свою логику в сопротивлении софистике, Сократ, наоборот, близок. В то самое время, со своими идеями, в отношении того, что все абсолютно, все относительно. И приходит вот на это все... Да, все относительно, окей. Сократ в един... Да, окей, ладно, релятивизм, но хорошо, у Протагора имеется. В экземпляре, да, если софистов было много, то Сократ приходит... Приходит и говорит, я знаю, что ничего не знаю. И все. Скажем, такой единый... Вообще, да, очень-очень-очень сильно отличается от софистов. Он, наверное, за истину. А тут внезапно я знаю, что ничего не знаю. Фигурой и фактически говорит о том, что истина, она абсолютно. Но при этом я знаю, что ничего не знаю. И дальше, после смерти... Непонятно, что Сократ, кстати, говорит, потому что текстов нет. Платон говорит, что истина абсолютно. Сократа мы, конечно же, сказали про две такие выдающиеся фигуры, как Платон. Мы, конечно же, сказали про продолжение платоновской... Две фигуры, как Платон. Да, один Платон, как две фигуры. Философия про появление Аристотеля, в чем они сходили, в чем различались. А сегодня мы поговорим непосредственно о наследии, которое оставил Сократ. Мегарцы, да, они сократики во многом. Кинники, трудно сказать... То есть кинники, трудно сказать, в какой степени они сократики. Но да, они восходят к Сократу. То есть тот же Антисфен, вроде бы, да, основатель кинников, он как раз и высказал эту прекрасную фразу о том, что он хотел бы умереть точно так же, как умер Сократ, потому что это почтенно, это великая смерть. Но это не значит, что он в своем учении унаследовал очень много от Сократа, как бы. Важно понимать разницу. А Киренайки, так вообще основатель Киренайков Аристип, тоже с большим почтением отнесся к смерти Сократа, с уважением отнесся к Сократу как погибающему вот персонажу. Но при жизни он Сократа критиковал. Ну вот, как бы, друзья, такое. Мне не очень нравится просто стандартное отделение на вот эти Сократические школы, оно довольно условно. Мегарцы, да, мегарцы, да. Хотя мегарцы, что там у них еще дальше пойдет? Там не только же мегарцы в Сократическую школу уходят. Сократические. Там еще одно течение есть Сократические. Сейчас, сейчас надо вспомнить. Диодор Крон. Диодор Крон, берем. Диодор Крон, древнегреческий философ, диалектик, главный представитель диалектической школы, возникшей на позднем периоде существования Мегарской школы. Вот Диодор Крон, он такой диалектик, что он больше похож на... Знаете кого? На Софиста. Знаете, кто еще похож на Софиста? Эристы, вроде Ивбулида, тоже представители, да, Мегарской школы, если не ошибаюсь. Так. Там еще одна школа была, но неважно. Вот как раз, вот опять же, смотрите, про замечательных мегарцев мы только что кое-что узнали. Замечательный Диодор Крон, он тот еще Софист. Тот еще Софист. Где там его проблемы? Проблемы логического следования. Что там у нас еще? Учение о мамерах. Против... Кстати, очень хорошая, большая статья на Википедии, интересно. Но нам куда интереснее в Буллид здесь. Представитель Мегарской школы. Парадоксов Буллид, это парадокс лжеца. Помните парадокс лжеца? Говорит ли правду или неправду человек, заявляющий я лгу? Это софизм. Это чистой воды софизм, как бы. Этот парадокс. Мегарец его сочинил. Ну, чтобы мы тоже прочнее понимали о том, что здесь вот у человека небольшие противоречия. Вот вообще в делении на Сократические школы имеются большие противоречия. И то, что он начал с софистов, это тоже такое своеобразное противоречие. И как его интерпретировали? Потому что Сократ, как такой, знаете, получилась очень интересная деталь, что Сократ и софисты, их противостояние оставило очень большое после себя наследие. Наследие философское. Да хрен знает, какое у них там противостояние было на самом деле. Основное противостояние между софистами было у Аристотеля. По сути, вот у него было, что противопоставить софистам. Сократ вообще неизвестно, что он там с софистами этими делал. Он со всеми спорил и с Аристипом даже спорил. А Аристип не был софистом. Платона было противостояние. Тоже с софистами. Но это уже тоже такое. Наследие логическое, наследие того, как быть счастливым. И мы сегодня поговорим, потому что мне кажется, что вот те школы, которые мы сегодня... Ну, по-моему, софисты знали, как быть счастливыми. Надо просто учить людей риторики, чтобы они защищали себя в судах, получая за это деньги, быть богатыми и быть счастливыми. Мы с вами будем говорить, они представили максимально разные грани самого Сократа. То есть они, вобрав в себя действительно все сократическое, все возвышенное, ну, как мы сегодня постараемся посмотреть инизм... О, да, возвышенное. ...в том числе. Они оставили после себя, они постарались сделать некоторое в этом плане действительно философское такое наследие. И вот мы с вами сегодня будем говорить как раз о трех школах. Это Мегарская школа философии, это Киники и это Киринаики. Если совсем кратце, Мегарская школа философии сделалась... Вообще подбор философов очень хороший. Ну, то есть Мегарцы, Киринаики, Киники. О Киниках, правда, говорятся часто, но Мегарцы и Киринаики в лекциях появляются редко. О, кто сказал философское мнение? Я сказал. Ну, он сказал. Ну, вообще я бы сказал. ...отдавали свое предпочтение логическим, софистическим аспектам. Киринаики... Мегарцы отдавали... Так... Ну, это, во-первых, уже противоречит тому, как он начал свою лекцию, отчасти. Во-вторых, Мегарцы, давайте перейдем на статью Википедии. Википедии... Ну, это просто проще всего перейти на статью Википедии. Мегарцы начинали с учения о благе. Евклид из Мегары, основатель вот этой вот самой школы и основатель Мегариков, он рассуждал сейчас о благе. Да, о благе же он рассуждал. Основные интересы Мегариков... Логики, листики... Или нет, это не Мегарики. Сейчас, простите. Я что-то путаю здесь. А, окей, может быть, они как раз занимались совмещением Сократа, Элейской школы и Софистов. Хотя, Элейская школа тут, наверное, бытие, благо и так далее, и так далее, и так далее. Я когда их изучал, помню, что у них сильный аспект на идею блага был. Или не у них? Мегарская школа, Кеники, Киринаики... А, вот, нет, у Элидоэритрийской школы был большой акцент на благо. Вот, все, вспомнил, простите. Еще вот эту школу упустили, Элидоэритрийская. О ней тоже следовало бы рассказать вот в этой череде. Вот они как раз наиболее сократичные, как ни странно. Платонично-сократичные даже. Предавались удовольствию. Предавались наслаждению. И последние Кеники, они воплотили, наверное, в Сократе идею того... Они как бы показывали ту сторону Сократа, вот этот вот его быт. И вот мы с вами сегодня как раз про них и поговорим. Давайте начнем как раз... Давайте начнем с Кеников, которые представляли из себя действительно... То есть они старались жить как Сократ. Потому что мы с вами помним, что Сократ, он же не претендовал на то, чтобы одеваться хорошо. На то, чтобы хорошо выглядеть. О, да. Поэтому, поэтому, когда Диоген Синопский, в общем-то, пил... Знаете, с чего он пил воду? Зачерпывал воду? Коркой хлеба. Коркой хлеба у него там проделана такая чашечка и было, в общем-то, отверстие. Ну, не полное, не сквозное. Такое вот полукругом. Он зачерпывал воду и пил из корки хлеба. А потом, когда увидел, как мальчик пьет вот так из рук воду, он сказал... Блядь, вот этот пацан живет проще, чем я. И он выбросил корку хлеба и теперь тоже пил так вот из рук. Конечно, он подражал в этом Сократ. Ну, тут проблема заключается в том, что киники довели до предела идею простоты жизни. Я не помню, чтобы у Сократа была эта идея вообще в принципе. Он, конечно, не претендовал на богатую жизнь и не стремился к богатству. Но чтобы эта идея у него была как-то ярко выражена в диалогах даже Платона, я не помню такого. И вот этот аспект как раз и взяли такие люди, которые называли себя и которых называли киники. То есть кинизм. Но отсюда же пошло и слово современное цинизм. То есть киники или циники. Кто же были такие киники, циники? Циники это просто латинское произношение. Циники это просто... Циники это просто псы. Вы просто собаки. Вот кто вы. Латинское произношение, слово киники. Если помните фильм «О чем говорят мужчины», то как раз там главный герой этого фильма, если вспомните, то там есть такая замечательная фраза, когда вот эти четверо мужчин, которые едут, они говорят, что мы не понимаем, почему кинологи занимаются кино, а не кино, а собаками. Да просто по одной простой причине, потому что кинус с древнегреческого языка – это обозначение для слова «собака». И киники – это как раз был образ того, что представляют из себя собаки. То есть они себя и позиционировали, как, например, их враги обвиняли в том, что они ведут себя как собаки. Так, вот вы... Не в том числе, потому что они собаки. Ну вот. Собаками их, конечно, называли, но это уже такое, видимо, прибившееся. Да, киносаргас холм. Вот. Мы сейчас поговорим про эти эпизоды отдельно, про каждый из них. Ну то есть то же самое, что сказать, ну например, «Ой, смотрите, это стойки, они стояли у стойки, у них стояк там всегда, ууу, стояк, ууу, типа вот такой стёб был бы». Странно, довольно странный стёб. Просто греки нередко называли свои учения по тому месту, где это учение преподавалось, или рядом с которым находилась школа у них, или место их дислокации, стоя, например. Притом понятно, что поздние стойки не имеют никакого отношения к стое, они ни на кой стое не выступали, не разговаривали, не собирались. Очевидно. Ну вот, вот, традиционно вот так вот иногда получается. Упрекали в том, что киники, они как бы отказываются от всех социокультурных достижений человечества. Они отказываются от всех социокультурных достижений человечества, и они живут как собаки. Они живут вот где-то на улице, непонятно каким образом, а сами при этом, при всём киники говорили, ну да, мы живём как собаки, но мы такие же верные, преданные. И они этим фактически кичились. Да, верные и преданные прям вообще, прям охереть. Это были, во-первых, художники своего времени. О, да. Это те были художники, которые прибивают яйца к площади, например. Вот такие художники. Художники, которые, как мы сейчас можем понимать слово художник, в качестве людей, которые совершают перформансы, которые совершают... О, да. О, да, Диоген выходил мастурбировать на площадь как раз потому, что он совершал перформанс, конечно. Это же перформанс был. Это не потому, что он считал, что в мастурбации нет ничего постыдного. Нет. Это потому, что он совершал перформанс. Это потому, что для него было такое... О, боже, я же делаю такое что-то удивительное, и все удивятся. Нет, это... Это, конечно, поэтому, да, он совершал перформанс. Нет, скорее всего, он просто думал, что в этом нет ничего особенного, друзья. Понимаете? Для него это было то же самое, что есть при людях, например. Выйти мастурбировать на площадь, ну и там... Сесть мастурбировать на площадь. Для Диогена Синопского, в принципе, то же самое, что сесть и покушать там рядом. Например, вы видите, как мужики кушают? Это обычно, да, в обществе неприлично. Кушать там перед другими людьми где-нибудь на площади. А вот выйти на площадь и помастурбировать, это обычно, ну, как бы считается тоже плохим. Да, для Диогена не было разницы, в принципе. Вот без разницы совершенно. Я не думаю, что он это воспринимал как перформанс, типа. Е-е-е, смотрите. Там-там, тара-тара-там-там. И штаны снимает медленно. Хотя штанов у него не было, но да ладно. Тогу-тогу-тогу-тогу. Ту-ту-ту-ту-ту. И перформанс, и все смотрят такие. Господи. Да нет, наверное, не очень грубая ошибка. Мы просто обсуждаем, ну, то есть, этот человек, наверное, у него какая-то степень есть научная. Ну, вот просто вот в этом аспекте. Ну, он не все знает. Я не все знаю в древнегреческой философии. Ну, я вообще подразумеваю, что многие не все знают. Я просто хорошо читал Диоген Лаерского. Поэтому, мне кажется, некоторые тезисы, но очень странные. Искусство, условно говоря, как протест. И если мы возьмем в самом широком смысле... О, да, протест. Он протестовал. В смысле, кинический. Хотя, в некотором роде протестовал. Когда с фонарем куда-то шел, и искал человека, и говорил, нет, нет. Я не вижу в тебе человека. И в тебе человека не вижу. Фонарь Диогена известный. Школа философии кинников, то мы с вами можем увидеть. То это протестная школа философии. Они собираются протестуют против кого-то. Кто туда чаще всего шел? Фальшиво-манетчик Диоген Синопский, например. Туда шли чаще всего рабы. Насколько я помню, Диоген Синопский позже стал рабом. Насколько я помню... Так, Киник Критон... Киник Критон такой существовал же, да? Киник Критон. Киник Критон, у которого еще жена была. Он, по-моему, изначально... Да, Киник Критон такой существовал, чувак. И непосредственно у него была жена, он с ней тусил постоянно, по-моему. Киник Критон или его жена. Кто-то из них из богатых, в общем-то, персонажей. Довольно зажиточных реков. Не помню, где они там находятся. Что-нибудь будет про них? Эй! Не, хер мне, а не информация какая-то нормальная. Ну да ладно. Так, в общем, кто-то из них довольно зажиточный был. То, что они были рабы, нет. Основатель Кинизма, Антис Фен, ну тоже вроде бы не бедный чувак, не раб. Антис Фен же. Антис Фен. Древнегреческий философ, да, родоначальник и теоретик Кинизма. Вот он, он не похож на раба. У него даже портрет каменный сделан ему, видите, скорее вот нет. Был наполовину греком, наполовину фракийцем. Так, перед тем, как приняты Сонкрата, учился у Софиста Горгия. Софистика оказала существенное влияние на философию Антис Фена, да-да-да-да-да. Антис Фен присутствовал при Пресмерной, да-да-да-да. Ну, в общем-то, он открыл собственную школу в Афинах, понимаете, в гимназии для неполноправных граждан на Киносарге. Хотя, согласен, видите, неполноправные граждане. Но туда и Диоген как бы вошел. Ну, у Диогена были свои проблемы с законом во многом. Но то, чтобы он был при этом рабом, ну, нет, наверное. Он рабом в итоге стал. Там у него были тоже ситуации в жизни, у Диогена Синопского, когда он стал рабом. Которые не являлись полноценными членами общества, вот это правильно. Не рабами, но не полноценными членами. Полиса. Те, которые не могли... Ну, вот, например, сам Антис Фен, поскольку он полукровка, получается, фракиец, наполовину фракиец, да, поэтому он как бы вот... ...стать полноценными членами общества, и они группировались. И это та школа, которая просуществовала фактически тысячу лет. Как мы с вами увидим, как только появляется... Постараемся в конце это сказать. Как только появляется христианство, киньки сразу же бегут в христианство, потому что христианство это что-то новое. Это некоторая новая оппозиция. А как только христианство уже начинает набирать обороты, как только оно становится официальными, киньки переходят в язычество. То есть это удивительная такая школа, которая все время ставила себя в... А вот этот аспект я, кстати, не знал. Интересно. ...оппозиция. Оппозиция к людям, оппозиция к обществу. И пыталась вызвать это общество на диалог. И сказать им следующее, что вы... Вот все ваши ценности, они не ценные. Цена ваша жизнь. И они пытались это вот так или иначе обосновать. Теперь поговорим более конкретно... Не знаю, трудно. По-моему, он здесь немножко куда-то дальше ушел. Все ваши ценности, они не ценные, а цена ваша жизнь. По-моему, киньки не отрицали всех ценностей греков. Вообще, в принципе, всех. Многие ценности они не отрицали, в принципе. Поэтому, ну, такое странно. Поименно, хотя, опять же, понимаете, да, сколько киньков прошло за тысячу лет. Но самых главных, конечно, нам с вами... Баумейстера два раза смотрели уже, да. Было два видео заказа до этого. Это, конечно же, например, Антисфен. Родоначальник этой школы. Антисфен большой, да. И, видимо, Антисфен жил примерно в то же самое время, что и Платон. И вот, знаете, что-то, видимо, Платона действительно не устраивало. То ли происхождение, то ли еще что-то. Но в своих диалогах он о нем вообще не упоминает. То есть вот о других, о софистах, о еще о каком-то упоминании есть. Об Антисфене нет вообще. То есть такое ощущение, что... Вполне возможно, не помню упоминания у Платона. Платон в этом плане презирал Антисфена, который, сам поговаривают, происходил из... Есть упоминание Антисфена, апология... Апология Сократа. Так, либо Федоне. Сейчас будем искать, друзья. Потому что, мне кажется, упоминание было. Правда, он не был участником беседы. Сейчас найдем... Нет, здесь нет. Апология Сократа. Значит, и в апологии Сократа нет. Значит, Федоне. Федон читать. Сейчас будем вспоминать, друзья. Я точно вам не скажу. Вроде бы я помню, что было. Найти Антис. Поехали. Федон. Из местных жителей упомянутый. Аполодор, Критабул, его отец, затем Гермоген, Эпиген, Эсхин, Антисфен. Были еще КТСИП. Ну, то есть, упоминания есть формально. Как ни странно. Я его даже запомнил. Как тоже ни странно. Я обычно такие упоминания не запоминаю. Ну, вот, как бы, еще одна ошибка. Смешанной такой семьи. Есть легенда о том, что он преподавал в такой школе, которая называлась Киносарк. Вот школа Киносарк, это школа, которая переводилась либо как «зрячий пес», либо как «белый пес». Что? Холм. Это была такая школа. Рядом Холм. А поколителем этой школы был никто иной, как Геракла. Да, если мы с вами вспомним, кто был такой Геракл. То есть, Геракл, это вообще-то сын Зевса и сын простой женщины. То есть, вот если мы с вами здесь посмотрим, то если этот миф перенесем на социальные реалии, на реалии нашей с вами жизни, то мы с вами можем увидеть, что это те, там обучались те дети, которые рождались от свободных, например, мужчин и от, чаще всего, рабынь. Да, то есть, и они не могли получать, то есть, они не считались до конца полноценными членами общества, они находились на периферии общественной жизни, но при этом, естественно, что своим-то детям хотелось дать хорошее образование. Вот такие дети отправлялись в особую школу, которая называлась как раз «Киносарк». Видео заказали на 20 минут, я надеюсь, кто-нибудь да закажет хорошее, в принципе, видео. Есть, что обсудить, есть, что вспомнить, есть, что поправить, главное тоже. Ну и, в принципе, видео хорошее, на хорошую тему, самое главное, сократические школы, мегарцы, киренайки, кинеки, ну, то есть, мне приятно смотреть, хотя поправлять приходится. Хотя всех поправлять приходится, даже меня самого, я сам поправляю, постоянно, это правильно. Сарк, где и преподавал антисфен. Да, да, еще поговаривают о том, что когда основатель этой школы, да, потому что антисфен не был основателем этой школы, он якобы приносил жертву Гераку. А вот этого я не знаю, давайте. Прибежала белая собака и забрала это мясо, ну, вот в честь этого и называется школа киносарг, и, возможно, именно поэтому кинеков и прозвали кинеками, да, потому что вот это... Вот, возможно, поэтому, окей, а не потому, что они тупые собаки, как бы, ну, да, окей. Это было связано с белой или зрячей собакой, однако мы уже это установить не сможем. Ну, здесь согласен, установить почему не сможем, поэтому, в принципе, без разницы, но скорее из-за киносарга. А не потому, что они собаки, они псы, как бы, типа. Очень большое количество мифов. Они еще себя называли кинеками, потому что они собаки. Приписывается как антисфену, так и... Это как, не знаю, не знаю, если бы поклонники у Бермаргинала называли, мы чмошники, мы все чмо, мы чмо, и вот так бы ходили бы, мы все чмо, мы куколды. Ну, вот это был бы такой уровень приблизительно, мы собаки, мы кинеки, да ну и чего. Например, нашему другому персонажу, как Диогену Синопскому. Да, Диоген Синопский один из самых знаменитых кинеков, благодаря своему поведению. И вот у антисфена, у него появляется очень большое количество идей, да, берется образ от Геракла в том числе, да. Антисфен, кстати, если не ошибаюсь, критиковал логику Аристотеля, не считал, что с ее помощью можно что-то познавать. Вот, например. Кинеки надевают на свое обнаженное тело какую-нибудь совсем грубую одежду, поговаривают, то есть этот миф приписывается нескольким философам, но поговаривают, что когда однажды антисфен был в дырявом плаще, Сократ заметил, говорит, что через дыры в твоем плаще просвечивает тщеславие. Ой, да видите, как Сократ любил кинеков. Видите, как он любил кинеков. Я не шеймил маргинал, я просто вам пример привел такой вот похожий. Ну вот, что бы было, да, если в современности что-то похожее происходило? Однако же, если мы посмотрим, мы же можем увидеть этот миф и в том, что это же как раз и есть то продолжение сократовской идеи. Сократической идеи о том, что внешность и внешний лоск это не является и не должно быть самым главным. Это ключевая сократовская идея, конечно, мы можем это установить. А кто вообще считал, что лоск и внешность являются самым главным у греков? Непонятно. Вот следующий персонаж, про которого известно очень много и неизвестно фактически ничего. Я думаю, вы все про него слышали. Про него рассказано столько баек, что уже невозможно отличить, где реальный персонаж, а где выдуманный. Как и про любого греческого мыслителя. Это, конечно же, Диоген Синопский. Да. Да, у нас два больших диогена в истории философии. Один из них Диоген Лаэрский, а второй из них Диоген Синопский. И вот Диоген Синопский это... Аристотель любил лоск и любил, да, в общем, царские семьи очень сильно. Поэтому, кстати, его философская школа во многом и доминировала. Как раз тот человек, который жил в бочке. Ну, якобы есть легенда о том, что он жил в бочке. В пифосе. Когда есть... Жил в дочке. Легенда, которая с ним связана о том, что он... Точнее, его отец якобы занимался изготовлением фальшивых монет. Да. Что он якобы занимался изготовлением фальшивых монет. И в этом случае говорилось следующее. Что якобы он... Либо его вот отец, да, занимался изготовлением фальшивых монет, либо он сам занимался изготовлением фальшивых монет, за что его выгнали из родного полиса. Эту легенду потом очень красиво описали, что якобы однажды он приехал к прорицательнице Пифии. И Пифия предсказала ему следующее. Пифия предсказала ему, что... Она ему сказала фразу, которая на древнегреческом звучала так, что якобы начни перечеканивать монеты. Ну, Диоген возвращается в свой родной полюс, ну и начинает этим заниматься. Потом его выгоняют из родного полюса, Пифе говорит, либо Пифе ему начинает это трактовать, либо он сам до этого доходит, что не перечеканивай монеты, но переоценивай ценности. Начни переоценивать ценности. И в этом плане действительно... И тут появляется Ницше и его маленький друг Ежесармат. И они все переоценку ценностей начинают. Диоген Синопский, он оказывается таким человеком, который начинает переоценивать все ценности. Он с собой, фактически у него ничего с собой нет. Это тот человек, который ходит днем с фонарем и ищет людей. Ну, он перебирается в Афины и там тоже начинает заниматься таким... Ищет человека. Не людей ищет, а ищет человека. Ищет того, кого можно назвать человеком. И когда он указывает фонарем на кого-то, он такой, нет, а ты не человек. Ты не человек. А где люди? Где человек? Где человек? Где найти человека? Я вижу толпу, я вижу людей, я вижу грязное быдло. А вместо этого, да, хотел бы я увидеть человека настоящего. Что же такое человек? Потому что, например, начинает призывать к себе всех людей, говорит, приходите все, приходите все, меня послушайте. Ну, люди, конечно же, собираются на его вот эти вот крики. А он начинает их разгонять палкой с криками. Что же здесь за одни мерзавцы-то собрались? Не люди. Да, либо вот он когда подходит, днем с фонарем, говорит, а вы не видели здесь человека? А вы не видели здесь человека? Ну, такие, знаете, перформансы достаточно неплохие были. Ну, я бы не сказал, что это перформансы. И дальше есть еще самые такие вот легенды, потому что и Антисфен, это тоже он этому учил, он говорил о том, что единственное, что может спасти... Я не знаю, почему так мало зрителей внезапно стало. Может быть, из-за того, что не хотят люди лекцию, слушайте мои комментарии по этой лекции. Тут небольшой сбой просто в интернете был, поэтому, видимо, ну, часть слилась, а потом так-то так. А у него были критерии человечести? Трудно сказать, потому что текстов не было. Потому что текстов у нас нет, ничьих, кинических. Поэтому что-то говорить об этом, ну, не приходится просто. Вот. Да, по-моему, тоже странная, интересная тема. И главное, ну, киники, киринаики и мегарцы. Это как бы такой набор мыслителей, которые, ну, не сразу попадают в наше внимание. Ну, по крайней мере, киники далеко не всегда. Угнетатель. Это потому что вы угнетатель. Вам поэтому нравится история, когда диаген плюнул в лицо, когда искал самое грязное место в доме. Именно поэтому вы угнетатель просто, в принципе. У человека это как раз различные физические упражнения, когда мы должны фактически наплевать на нашу телесность. То есть мы должны забыть о нашей телесности. И диаген, поведение диагена, оно тем же самым обусловлено. То есть если мы посмотрим, да, что он делает? Он зарывается днем, точнее, летом в горячий песок. Зимой он лежит, скажем так, на лестнице, на мраморной лестнице храма, либо какой-нибудь галереи. То есть вот он делает все, что делать вообще-то нельзя. И то, что будет нам некомфортно. Дальше поговаривают, что с собой у него была, соответственно, вот низка для того, чтобы еду, кушать еду. И медная кружка. Это есть такая легенда о том, что якобы он увидел, как маленький мальчик из ручейка зачерпывает своими ладонями. Нет, там про хлеб было. У диагена Лаэрского написано, что он из корки хлеба пил. И это было все равно сильно. Он выпивает... Не мальчик, а диаген сам, Синопский. Да, маленький мальчик выпивает. И диаген, конечно же, говорит, ну какой же я был глупый. И выбрасывает, он говорит, ну даже мальчик, этот мальчик, он умнее меня. И с этими словами выбрасывает... Ну, неважно, суть остается. Выбрасывает и кружку, и выбрасывает как раз миску. Дальше, ну, тут тоже есть достаточно интересных таких историй. Там есть очень большое количество историй, что якобы о том, что диагена Синопского несколько раз продают в рабство. Есть такое. Если с Платоном мы знаем, как это все заканчивалось. Платон только один раз продавали в рабство. А вот у диагена Синопского, его поговаривают, что продавали несколько раз. Поговаривают, что один раз он... А человек-то он был грамотный все-таки. Написал у себя табличку. Ищу раба. Какой-то несчастный его покупает. И ему начинает, соответственно, диаген начинает приказывать. Ну, естественно, хозяин в шоке. Говорит, а что это такое? Он говорит, ну, у меня же было написано таблички. Ищу раба. То есть вот все в этом плане начинает действительно как-то переоцениваться. То есть становится некоторый такой... Ну, как вам сказать? Действительно бросается вызов обществу. То есть самое главное, что здесь нам с вами надо, это то, что он бросает вызов обществу. Конечно же, есть вот эта легендарная история о том, что якобы он жил в бочке. И показывают обычно, знаете, такую деревянную бочку. Но на самом деле в такой деревянной бочке он никогда не жил. А он жил в бочке, которая называется пифос. Пифос это большая амфора, ну, чуть, наверное, поменьше, чем высота здесь. Но, тем не менее, достаточно большая, чтобы в ней можно было жить. И вот в такой амфоре он живет несколько месяцев. Но на самом деле, насколько нам известно, есть еще одна легенда о том, что свою старость он заканчивает достаточно неплохо в рабстве. Но рабство такое, знаете, очень неплохое. Репетитором в богатом доме. И там он, соответственно, умирает. Поговорю, что он дожил до 90 лет, решив окончить жизнь, сдержав просто дыхание. Как и многие вообще античные мыслители, так или иначе, они умирали крайне пафосно. То, что им нравилась, видимо, пафосная смерть. Пафосная смерть, это прикольно. Чего они только, как и не только себя не убивали. Есть, по-моему, даже целая книга о том, как они себя, в общем-то, убивали. Про смерть мыслителей. Дальше он говорит, да, есть тоже очень большое количество свидетельств, еще вот таких тоже притч о нем. Потому что Диоген Синопский, он фактически становится героем, таким, знаете, супергероем для всех кинеков. Поэтому каждый кинек о нем что-то написал. И, конечно же, есть вот это вот большое тоже количество мифов по поводу того, что он якобы разговаривал с Александром Македонским. Ну, я думаю, что все слышали эти истории по поводу того, что Александр, да, кинек, Диоген Синопский. Ты загораживаешь мне солнце, да? А как канал называется, на котором мы лекцию смотрим? Библиотека имени Н.А. Некрасова. А.В. Приветствую, гимнасофист, приветствую. Как раз сидит на солнышке, загорает, загорает на солнышке. И тут как раз появляется Александр Македонский, а ему Диоген говорит, «Слушай, ну отойди, ты загораживаешь мне солнце». И поговаривают, знаете, что... Вот смотрите, дальше будет прократета и гепархию, вот эта парочка. Это круто. Это хорошая парочка. Что еще? Восхваление труда кинеками, интересно. Сатирический, вот это интересно, да, это интересная тема. То есть дальше вообще будет очень интересно, друзья. Школа Киринаиков. Гегесий. Гегесий, вау. Это круто. Философия Шопенгаура. Мигарская школа потом идет. Кто у нас? Евклид. Евклид неинтересный. Евгемер интересный. Вот такое, интересно. Якобы они умерли в один и тот же день. Но, скорее всего, это такая метафора, которую кинеки придумали уже позднее. Для того, что вот, с одной стороны, умирает царь, молодой царь в расцвете сил. Умирает молодой царь в расцвете сил, умирает в почестях и умирает человек, да, скажем так, умирает человек, которого принято было сравнивать с собакой. Потому что там есть еще самые такие тоже, есть байки, которые, например... Да, друзья, киньте на продление, но видео очень хорошее. Ну, в смысле, очень хорошее. Есть что прокомментировать, но в целом набор тех персонажей, которые будут разбираться, это, по-моему, очень интересно. Я, на самом деле, продолжу смотреть, друзья. И антисфену... Ну, докидывайте, честно, докидывайте, сколько тут надо. Рублей 400? Рублей 400 надо, и будет замечательно, я буду рад. И, соответственно, диогену, то есть это было, например, о том, что либо к антисфену, либо к диогену кто-то из них разговаривает с Платоном. И вот Платону говорят, ну вот слушай, вот лошадь я вижу, да, стол я вижу, а идеи стола, идеи лошади я не вижу. Ну, Платон тоже был в этом плане умным человеком. Он отвечал следующее, он говорит, ну, это потому что у тебя, да, неважно там кто, антисфен, либо диоген, потому что у тебя глаза есть для того, чтобы их увидеть, а разума нет. Вот, и, соответственно, такая развивалась полемика, и в этом мифе мы с вами можем увидеть очень важную. Да, очень-очень-очень, знаете, очевидно, прям вот, разнес, разнес, в общем-то, да, киников, 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 да. А вещь, потому что тот же самый, например, антисфен в своей философии, то есть если мы как-то постараемся разделить... Антилогика номинализм получается, видите, одна из первых претечий номинализма встречается у нас уже у киников. Сегодня был, в общем-то, вопрос про номинализм от угнетателя. Вот, можете почитать об антисфене и о диогене. Делить антисфена и диогена, то мы с вами можем увидеть следующее. Антисфен — это больше теоретик, диоген — это больше практик. Да, в некотором роде так и есть. Антисфен пытается выстроить какую-то логическую теорию. Он, кстати, поговорил, что антисфен очень много написал за свою жизнь, его, кстати, в этом обвиняли. Да, покажи разум, Платон, а не как. Знаете, очень любят много написать, его в этом обвиняли. И вот он в своих сочинениях, он делает следующее, в своих размышлениях, он все-таки ставит примат частного над какой-то вот идеей. То есть он, антисфен... Да, потому что идеи нет, никаких обобщений нет, их увидеть нельзя, потрогать нельзя, почувствовать нельзя, где они обитают — непонятно. Платон постулирует, что есть мир идей, допустим, он есть. И так далее, так далее, так далее. Ну, то есть здесь, в принципе, очевидно. Интересный номиналистический подход антисфена. Мне нравится. Кстати, когда я говорю о том, что многие греки не поддерживали логику и математику, прежде всего речь идет в том числе... Ну, не прежде всего, а в том числе о кениках. В том числе о кениках, конечно, речь идет. Начинает говорить об определении, то есть как мы должны определять. А Платон-то в этом плане, он говорит об идеях, об общем. Да, что такое эйдос? Это вид. Общее. Да, эйдос — это что-то вроде вида. Правда, этот вид, в отличие от биологического вида, реально существует. У него есть реальное существование, его, в принципе, можно даже определить, найти, отыскать. Понятие видовое, форма и так далее. Форма, вид, правильно. Причем вид, в прямом смысле, вид, видно, образ, образное что-то. Существует какая-то форма, не знаю про форма, где-то в отдельном мире, который является эталоном, идеалом. Такое. Антисфена-то это, наоборот, получается, как некоторая такая частная, да, вот примат вашего частного... Номинализм. ...он стоит выше вашего человеческого. Да, топология имеет к этому отношение. Топология — система видов, получается. Дальше. А вот как раз Диоген к тем историям, да, если добавлять, то есть он был все-таки в этом случае больше практиком. Он своим образом жизни, что ли, пытался показать, каким должен быть философ, и испражнялся посередине улицы. Кстати, когда тоже в этом плане была некоторая вечеринка. И, значит, Диогену Синопскому ему бросают кости с фразой «ну ты же киник, ну вот поешь кости». Вот. На что, как бы, Диоген Синопский, он все-таки, знаете, он не теоретик, он все-таки практик. Он подошел и начал мочиться в их сторону. Те, кто кинул ему кости, они говорят, а ты что делаешь-то? Удивленно сказали они. Говорят, ну я же собака, делаю, что захочу. Вот. То есть он в этом плане, он все-таки был больше таким практиком. И, конечно же, здесь мы с вами должны сказать, а то, да, еще несколько человек тоже. На самом деле довольно скучно он перечисляет достижения Диогена Синопского, потому что историй очень много, и они довольно смешные, и просто их зачитывание уже может понравиться публике. Понимаете, публика как-то не особо позитивно реагирует, судя по всему, если она там вообще есть. А истории на самом деле интересные. Философия Диогена Синопского в практике проявляющаяся, она очень-очень-очень сильно воздействует, на зрителя. А вот автор вот это вот не может этого передать, к сожалению. Не может передать вот всего сумасшествия Диогена Синопского, не то же всего сумасшествия, а его оторванности от такого мира. Когда лучник, лучник неметкий, он все время мазал мимо мишени, он стрелял в мишени и постоянно мазал. Диоген, Диоген, садится напротив мишени и говорит, мол, это единственное место, где я могу быть уверен в том, что, в общем-то, меня точно не попадут. Типа, понимаете, это во многом тролли, это действительно очень мощный греческий тролль. Насколько это был перформанс в прямом значении этого слова, нет, скорее не знаю, наверное, нет. Но вообще круто. Не все происходили из незнатных... В античности проще было быть аскетом? Да всегда просто, Маркус. Вы можете отказаться от интернета и уйти в леса или жить денег в городе бомжом. Бомжи сейчас есть? Есть. В античности есть аскеты? Есть. Везде есть аскеты. Даже в христианском обществе есть аскеты. Если вы вне общества, вам, в принципе, наплевать даже на культуру. ...нахродов. Например, следующее, которых очень сильно зацепило... Вопрос в том, сможете ли вы выжить, конечно, но это уже другой вопрос, это уже ваше дело, как бы. Следующая такая влюбленная пара у нас, кстати, да, вчера было 14... О, кротет и гепархия. Замечательные ребята. Они занимались сексом, кстати, публично. Интересно. Что, чтобы вы просто знали, кто такие килики? И почему им просто плевать на Аристотеля, на Платона и на прочих чмошников пафосных, которые в итоге прославились. Вот настоящие философы. ...февраля, вот у нас как бы немножко опоследование. Да, философия жизни без романтизма, как у Ницше. Во многом, да, во многом, да. Нельзя про эту пару, это такая философская пара, которая очень тоже много прошла. Это кротет и гепархия. Да. А вот про кротета... У меня в книжке, в общем-то, книжке «Неуловимый Сигурд Кёник» как раз есть бомжи. Бомжи, которых зовут кротет, гепархия и диаген. И во многом это как раз отсылки к этим самым персонажам. И они делают, в принципе, то же самое, что и их прообразы непосредственно в античности. Да. Очень нравятся эти персонажи. Например, говорили следующее, что кротет был выходцем из города Фива. Кротет был выходцем из города Фивы. И, кстати, он был, поговариваю, тоже очень зажиточным, знатным человеком. Вот, относительный кротет, он был зажиточным и знатным сначала. Да, греховец, приветствую, я побрился. Своё имущество... Ещё в прошлый раз я был побритый вроде... А, или сегодня уже, я не помню. Нет, вчера я уже побрился. Отдаёт бедным. То есть он всё своё имущество специально от него отказывается, говорит о том, что нет, оно не надо. Кстати, тоже поговариваю, что и у него была полемика с Александром Македонским, что когда Александр Македонский якобы говорит о том, что... Ну, слушай, Александр же тоже хорошо прошёлся в Фивах. Вот, он говорит, кротет, хочешь, я восстановлю Фивы? На что кротет говорит, ну, слушай, зачем восстанавливать Фивы, если потом придёт ещё один Александр и их разрушит? Это надо? Не надо. Ещё один Александр, придёт. И... Ты думаешь, человек с такой философской подготовкой не уничтожит твои Фивы? Нет, он их уничтожит. Отказалась от всех зажиточных мужчин, от всех вот этих вот уникальных таких... Многие не понимают, что бомжи это не совсем бездомная субкультура, как и фриганы. Но в Америке, наверное, это больше субкультура, да. А в России когда как? В этом плане, да, я... То есть не всегда, не всегда это прям является чем-то субкультурным. Ей делали очень большие предложения, но она со своим братом, они тоже приобщились к... Иногда это просто алкаши, которые остались без дома. Всё. Речам. Иногда не стоит придумывать какую-то субкультуру к бомжам. Который говорил каратет. Но в своей книжке «Неуловимый Сигурд Кёник» я как раз показывал таких, да, субкультурных бомжей, довольно-таки свободных, оторванных. И вот образовали такую интересную пару. Ну, их обвиняли, знаете, во многом, что они вот якобы тоже... Ну, это скорее всего какие-то враги в том, что они якобы... Публично. В смысле враги? Это наоборот как раз соответствует духу кинизма в большей степени, чем всё остальное. Занимались актом Коитуса, но... Да, почему бы им не заняться актом Коитуса, если непосредственно Диоген Синопский мог мастурбировать на площади? На площади, в центре города мог выйти и начать мастурбировать, например. Почему нет? Понимаете, это вот... Мне не хотелось бы омрачать вот их память таким... Почему? В чём омрачение? Про Диогена мы вот омрачили Диогена, а вот эту замечательную пару мы решили вдруг не омрачать. Поэтому давайте остановимся на том, что это вот придумывали их враги. Почему? Это вполне соответствует кинической философии, и это позитивно следует оценивать. Перформанс? Это же перформанс, чувак! Это перформанс! У-ху! Перформанс! И дальше... Да, да. Вот если... Потому что их дальше очень большое количество... ...в несколько групп... Проблема, опять же, заключается автора в том, что он сделал огромный акцент на киников, а дальше пойдёт поменьше. А другие школы поинтереснее просто. Это, конечно же, киники, которые продолжают идти... Это, наверное, общая история философии, общий список лекций. Поэтому то, что он их вообще сюда внёс, это уже определённый героизм, честно говоря. Как совершать именно образ жизни. То есть, известно несколько историй, как, например, те или иные рабы, допустим, помогали хозяинам освободиться от их собственного имущества. Ну, то есть, вы приходите домой, а ваш раб, он начинает выкидывать... Не все бомжи бездомные, но все бездомные бомжи. Да, угнетатель, верно. Верно, логическую связь построили. То есть, имущество ваше же. Вот, конечно, это действие уникальное. То есть, они помогали, условно говоря, другим людям освободиться от имущества. Они, например, и просто уходили... Кстати, поговариваю, что у Диогена тоже, кстати, в своё время был раб. Но он его как прибыл в Афин, и он его сразу же отпустил. Есть ещё одна плеяда. Это были образованные кинеки. Это были кинеки, которые писали большое произведение, большой пласт произведений, посвящённый простым людям. То есть, очень большое количество кинеков акцентировали внимание на труде. Вот они, соцреалисты, друзья, настоящие. То есть, они фактически одни из первых в Древней Греции... А вот это я уже всё не знаю, кстати. Вот это уже интересно. ...начали делать зарисовки про быт простых крест... Соцреалисты, друзья, здравствуйте. Первые соцреалисты, вот они, кинеки. Это не какие-то наши советские, не знаю, писатели, вот они. И они начали фактически восхвалять их труд. Но это, кстати, тоже здесь надо вспомнить ещё раз Антисфена, потому что Антисфен-то тоже первый говорит о том, что Геракл... Да, мы ещё раз возвращаемся с самого начала. И вспоминаем, что школа, которую он преподавал, она была посвящена Гераклу. И вот он говорил, что Геракл — это образец труда. Что Гераклу всю жизнь пришлось трудиться. То есть, это были первые люди, которые вообще... Май, труд, рай. ...воспевали труд. То есть, они воспевали труд, они воспевали жизнь простых крестьян. И при этом, при всём, ещё другая плеяда таких философов, кинеков, они занимались тем, что они, например, создавали свои собственные сатирические произведения. Есть такое. То есть, в которых они высмеивали всё, что... Минедем, вроде бы как, известный кинек. Давайте сейчас найдём его имя. Кинек. Правильно ли я помню его имя? Минедем, вроде, да? Ещё кто-то там был такой, известных кинеков, интересных. Минедем. Но это, правда, Минедем, видите, в эллидеритрийской школе. Я что-то обосрался опять немножко. А вот, кинеков мало перечислено. И кто из кинеков ещё известен? Где, 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 где? На букву М. Интересный кинек какой-то. Где он? Хоть что-то про него вообще написано. Чё за херня? Где? Ну, серьёзно. Ладно, видимо, я... Наверное, про музония Руфа. А, нет, это стоек. А кто такой Минедем? Почему я Минедема вспомнил внезапно? Кто такой Минедем? Давайте припомним Минедема, замечательного. Эллидеритрийская школа, Минедем. Древнегреческий философ, основатель Эритрийской школы даже. Да, потому что Эллидеритрийская школа состоялась... Была на слиянии двух школ. Да, всё, вспомнил Минедема, простите. Это моя ошибка. Окей. Только можно. То есть одни из них, они пытаются описать реальность, как она есть, социальная реальность. Другие пытаются исказить эту самую реальность. Они её пытаются некоторым роде преодолеть. То есть они пытаются исказить, высмеять и как бы надругаться. Показать некоторым способом, что всё то, во что вы верите, это всё на самом деле... Я всё то, во что ты верил все эти годы, Сократ Платон. Это, скажем так, шибко важным. И, например, кстати, тот же самый Кратет, он же предполагает первую утопию, да? Они же все объявляли себя, это очень такая характерная часть для кинников, они все объявляли себя космополитами. То есть это общая их черта, которая их фактически объединяет. То есть, например... Коммунисты! Антисфен это говорит, да? То есть он говорит о том, там есть фраза из Антисфена, о том, что он говорит, какие же эти афинянины, они глупые, потому что они гордятся своим происхождением. Что они родились в Афинах, и что? Он говорит, а вот саранча тем же самым может гордиться. Я и есть кинник, я и есть кинник. Вот. А, калчер пишет, было два минодема, был и минодем кинник вроде, да? Окей, сейчас, давайте тогда проверим. Есть ли минодем кинник? Да, да, я все-таки был прав, получается. Блин, понимаете, этих вторичных мыслителей, о которых почти ничего не известно. Все, я помнил, да, все понял, я вспомнил, действительно. Все, друзья, значит, я не так глуп, я не совершил ошибку, моя память все еще работает, дедушка все еще жив. Дедушка все еще помнит некоторые вещи. Саранча, муравьи, которые родились в Афинах, они могут гордиться тем же самым. Значит, это не... Да, 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 все верно. Космополиты против причисления себя к нациям. Шадов тоже немножко космополит. Как бы... Не делает человека человеком, да? То, что вы родились в определенном месте. Диоген, лишенный своего дома, он тоже себя считает гражданином мира, что он нах... А вы знаете, что делает человека человеком? Это вода Елизавета, друзья. И еще, не знаю, 400 рублей на продление видео я уже и так посмотрел на 10 минут дольше. Но просто других видео, во-первых, нет. Во-первых, нет. А во-вторых, ну, хорошее видео, давайте досматривать. Ну, ребят, закиньте хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь закиньте там сверху. Потому что, ну, видео хорошее. Пределами границ, вот этого человеческой, фактически, если мы вспомним философию 20 века, там появляется такое слово детерриторизация. Вот они фактически... Происходит фактически уничтожение вот этих вот самых границ. Как границ социальных, так границ и политических. То есть для кинников это важнее всего. И Кротет то же самое. Он говорит о том же, но при этом при всем он все-таки представляет... Знаете, вот Пла-Плато, он там говорил что-то об идеальном государстве, еще что-то. А Кротет это видит следующим образом. Кротет, например, говорит о том, что он видит некоторый остров, на котором живут одни только кинники, и все живут бедно. Вот это вот уникальная такая страна, где люди... Вот это я понимаю. Идеал наркокапитализма, вот он. ...кому друг другу не завидуют, потому что они все живут бедно и они счастливы. То есть по сути жить бедно, это значит быть счастливым и получать наслаждение от бедности. При этом при всем они еще упрекали, например, людей за то, что они являются образованными. То есть образованность людей... Спрашивает Украина, да, Украина. Еще ни в коем случае не делает их, понимаете, образованность людей еще не делает их порядочными. Вот говорили кинники, они говорят, ну понимаете, человек может быть необразованным, человек может быть без образования, но это не делает его плохим человеком. Вот они пытались это показать. То есть они пытались в противовес афинской элите, и не только афинской элите, они пытались навязать вот этот... И как я уже сказал, что... Как я уже сказал, часть из них, конечно же, часть из них, она... Ну, греховец, если вы украинец, то вы просто автоматически становитесь кинником. У вас выбора нет. Они примыкают. Рожденный быть кинником, как бы, украинец. Потому что очень схожи к христианским идеям, и они примыкают к христианским вот таким вот, действительно, мыслям. Итак, следующее. Давайте, да, тоже перейдем к следующим. Да, вот если вкратце охарактеризовывать именно кинников, то вот можно их представить именно так. Дальше. Следующая у нас с вами часть, она будет заключаться как раз в следующем. То есть вот они говорили об удовольствии кинники, как о освобождении, наверное, от тела. И здесь они близки к такому пониманию, как апатия. Да, но апатия не в нашем понимании, когда вы сидите, ничего не хотите делать и так далее. Не в этом смысле. А апатия — это освобождение от страстей. То есть это вот высшее проявление. А вот следующая школа, она тоже является сократической. Она тоже является сократической, но вот ее основатель... Аристип — это фактически единственный из учеников Сократа, кто брал деньги за обучение. Мне интересно, был ли он реально учеником Сократа, потому что, ну, у них жесткие баттлы постоянно были. И Аристип, который не то чтобы просто брал деньги за обучение, он был при дворе нескольких царей, если не ошибаюсь, включая Диона вроде бы. Нет, друзья, нет, никаких оскорблений в адрес украинцев я никогда не делал. Уважаем украинцев. А украинский погром — это этот, как там его, который снимал пранки. Вольнов, Вольнов — это украинский погром. Кстати, именно он потом помогает Платону вырваться из рабства и основывает собственную школу, которая называется Киренаик. Да, он происходил из города Кирена, поэтому эта школа, она и называется «Школа Киренаиков». И вот в этой школе как раз мы здесь с вами, да, вот эта школа, которая учила, она следовала следующему, она учила тому, что в момент времени, в настоящий момент времени надо получать удовольствие. Ну зачем, когда вам говорят что-то, например, я не знаю, например, что в будущем с вами, вот это я сейчас скажу, что в будущем с вами будет все хорошо. А вдруг не будет все хорошо? И зачем, ну, словом говоря, зачем откладывать на потом то, что можно сделать сейчас? И вот Аристип... Приветствую, Акатамаристо. Приветствую. Он учил следующему. Он учил тому, что... он учит тому, что в принципе есть у... тому, что человек должен получать удовольствие только здесь и сейчас. Нет, человек должен получать удовольствие. Не только здесь сейчас. Только здесь сейчас перебор. Он был в этом плане... Человек существует для того, чтобы получать удовольствие, потому что у него есть определенные восприятия, у него есть определенные, ну, по сути, органы чувств. Нет никакой, опять же, логики. Киренаики против логики, им не нужна логика, логика херня полная. Но важно получать удовольствие. Важно построить свою жизнь таким образом, чтобы получать удовольствие. И это не нужно делать так, чтобы прямо... ну, только здесь и сейчас. Но нужно жить так, чтобы при этом получать в наибольшую часть жизни удовольствие. Постоянно стремиться к удовольствию. Избегать страданий. Избегать боли. Избегать всяких вот таких плохих негативных вещей. Это, да, это в самом прямом смысле гедонизм. Киренаики наиболее последовательные гедонисты за всю историю философии. А при этом они довольно мощные в аргументации. Они могут... они очень хорошо и клево критиковали Сократа, например, который не был гедонистом. Очень много различных сопротивлений этому самому Сократу. Известно, в общем-то, в истории философии. И это клево. Гедонии, они молодцы. При этом... При этом, знаете, в чем проблема-то заключается? Они не жили то, чтобы здесь и сейчас. Не знаю. Бери от жизни все, живи настоящим. Такие современные более тезисы. Нет. Сам Аристи был довольно осмысленным человеком. И когда они плыли на корабле, там, не знаю, с пиратами... Не с пиратами, когда просто плыли на корабле торговом, начался шторм. И чтобы выжить в шторму, нужно было сбросить деньги за борт. И Аристи сказал, давайте сбросим деньги за борт, потому что, ну, лучше выжить, чем не выжить. Хотя это никак не связано, конечно, с изначальным тезисом. Ну да ладно, похеру. Ну то есть Аристи был осмысленным человеком. А можно быть кинником-гедонистом. Кинники, по сути, и есть синоним гедонизма. А про удовольствие с вами бы маргинал не согласен был. По его мнению, человек не создан для счастья и удовольствия, ибо человек есть препятствие. Нервная система. С подозрением отношусь. Я сейчас перечисляю точку зрения кинников. Это не моя точка зрения. Это точка зрения кинников. А с вратником. Но при этом, при том, посмотрите, про него тоже есть несколько очень показательных притч. Когда, например, люди начинали говорить о том, что он сожительствует с Гитерой Лаидой, он отвечал следующее. Он говорил, ну, конечно же, я сожительствую с Гитерой Лаидой, но не она владеет мной, а я владею Гитерой Лаидой. Первый Штырлер, вообще-то, да, за историю. Вот его, собственно. Вот если убрать вот этот сексистский подтекст, шибко сексистский подтекст, то можно увидеть следующее. То есть, условно говоря, это хорошо, когда, то есть, если вот применить некоторый такой аллегорический метод к этому ко всему, то можно признать, что, например, выпить венца, это вообще-то полезно. Ну, вот вам хочется выпить венца, пожалуйста, пейте. Но при этом это не должно превращаться в порог, который будет владеть вами. То есть, смотрите, вы должны... Получается, что слова этого преподавателя в очередной раз противоречат тому, что он говорил буквально некоторое время назад. Он говорил, живи настоящим сначала, а потом, оказывается, надо себя сдерживать. Надо, чтобы ваши страсти не владели вами, оказывается. Потому что, если они завладеют вами, то потом вам же будет значительно хуже. То есть, чтобы получать удовольствие на протяжении наибольшего количества времени, вы должны крайне разумно подходить к получению этого самого удовольствия. Если вы будете постоянно пить, будь в настоящем и бухай вот так вот себе. О, Бухич, ура, я гедонист! Ну, как бы. И потом вы сопьетесь, умрете, у вас печень сдохнет, и вы будете мучиться на протяжении оставшейся жизни. И это, ну, это не Аристипа. Это не учение Аристипа, если что. Даже близко. Историю про жизнь Аристипа при дворе сицилийского тирана, да, например, хорошо, действительно, незаслуженно задвинуты более экстремальными анекдотами про Диогена. Ну вот, друзья, понимаете, в чем проблема-то тут такая? Вот реально он сначала выдвинул тезис, а потом этот тезис был сломлен им же. Должны быть свободными от порока. Да, свободными от порока. То есть вы должны как бы возвышаться над своим пороком. Вы должны им обладать, и вы должны им владеть. Да, и пока вы им владеете и получаете от него удовольствие, все нормально. Дальше тоже очень... Потому что если вы подчинитесь пороку, он приведет вас к плохому. Это гедонисты этому учили. Напоминаю, что это мы учили гедонисты, самые последовательные гедонисты за всю историю философии. Штынера, я не знаю, насколько можно назвать гедонистом, честно говоря, тут надо подумать. Насколько Маркиза де Сада можно назвать гедонистом. Поэтому, поэтому, Аристип, наверное, самый последовательный гедонист за всю историю философии. И представляете, как христиане его извратили. Есть притча, когда, например, Аристип вместе со своим рабом, вот они идут. Раб при этом при всем, он несет часть денег Аристипа. Свобода. 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 Свобода, 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 свобода. Угнетатель орет, я думаю. Аристип, это выглядит где-то приблизительно. Ему говорит, он видит, что рабу сложно, он говорит, а, он говорит, выбрать, сколько ты сможешь до того момента, до того предела, что ты сможешь донести, и наслаждайся жизнью. То есть наслаждение жизнью не только у самого себя, но и от других, скажем так. То есть вы должны получать удовольствие не только для себя, но и сделать так, чтобы рядом с вами людям было хорошо. Представляете, какой гедонист? Потом, если мы возьмем еще других философов из этой школы, есть, конечно, родственники Аристипа, они тоже очень часто занимались вот этими всеми вещами. Жена и сын. Сын Аристип младший, кстати. Есть Аристип старший, есть Аристип младший. Вот это да. Семейно вместе получали удовольствие. Они очень часто тоже пропагандировали вот это удовольствие, то, что называется хедоне. То есть вот они это пропагандируют так или иначе. Хедоне, да. На этом мы возьмем других, то философов, которые тоже были из этой школы, они вот это вот самое хедоне... Гегесия, смысленное самоубийство сейчас будет. Аспект удовольствия здесь и сейчас понимали немного иначе. Например, был такой очень интересный персонаж, которого звали Гегесий Александрийский. Его же звали как Учитель Смерти. Да, Учитель Смерти. Потому что, друзья, Гегесий утверждал, что если нельзя... Привет, Аувинкс! Потому что он утверждал, что если нельзя достигнуть удовольствия, ну, например, сейчас, ну, не сейчас вообще, в принципе, если вы понимаете, что ваша жизнь приносит вам страдания постоянно, то нужно убить себя. И он разработал метод убийства себя с помощью голодания постепенного. То есть постепенно уменьшать себе количество еды, пока вы вообще не перестанете есть, а потом умрете. Мы не поддерживаем на нашем канале самоубийство, если что, но в истории философии такой прецедент был. Он был, как раз, он жил в Александрии. Он преподавал в Александрии. Он преподавал при Птолемее, во время правления Птолемея. И Гегесий Александрийский не находил ничего лучше. Он говорит, ну, как же получить удовольствие в этой жизни? Говорит, ну, понимаете, мы с вами ограничены вот этим вот телом. Я сейчас отчасти, да, я умолчу его какую-то риторику, которую он говорил. Ну, в общем, поговорю, что лектор, он был хороший. И вот он говорил о том, что тело приносит страдания и боль. Классно, когда вы ничего не испытываете. И люди после его лекции, а лектор, он был хороший, как я уже сказал, они заканчивали жизнь самоубийством. Нет, тут херня. Тут условия. Условия, если вы страдаете в жизни, если у вас там зубы постоянно болят, там, не знаю, кости ломят, все вообще херово и больно, то тогда можно по гегесию совершить самоубийство. Это самый разумный способ уйти, в общем, самый разумный способ продолжения, даже не, не знаю, как сказать, самый разумный поступок, в общем-то, из возможных по гегесию. То есть он базировался как раз на учении Рестипа. Удовольствие это самое важное. Но, но, но если у нас не получается получить удовольствие в жизни сейчас, то мы не выполняем наше предназначение, и в этом смысле, и в этом смысле, если мы не выполняем наше предназначение, а наше предназначение заключается в получении удовольствия, если мы не выполняем это наше предназначение в жизни, то следует с собой покончить. И он предлагал метод. Мы не поддерживаем самоубийство, кстати, друзья, опять же, не поддерживаем на канале. Ну, а как же удовольствие в полтонической любви? Там был еще один киринаек, давайте посмотрим их все имена на букву А киринаек, я уже забыл, как его зовут. Вот этот Киренайк усматривал возможность удовольствия. Да, Кент, все было интересно. Многие ушли от нас, к сожалению. Этот Киренайк усматривал получение удовольствия из любви, дружбы и прочих других таких вещей, о которых нередко Аристип и прочие другие Киренайки забывали. Сейчас, на букву А, на букву А, где он? Почему же я забыл этого замечательного человека? Аристип, Арито, Аникерит, Аникерит, вот он, Аникерит, древнегреческий философ, представитель школы кинеков, ла-ла-ла-ла-ла, особенности философии, да-да-да-да-да, и удовольствие, высшее благо, нужно избегать страданий, но в отличие от остальных, в общем-то, он предполагал, сейчас, где-где-где-где-где-где-где? О наслаждении области... А, Аникерит развил учение Киренайков о наслаждении, распространив его на область этики и межличностных отношений. То есть, да, можно теперь отношения с почестями, честь, там, все такие вещи, от которых мы сейчас сами получаем удовольствие, Аникерит тоже сделал легальными у кинеков. Дружба, радость, любовь, там, не знаю, любые отношения хорошие, позитивные, он тоже оценивал как, ну, способ получить удовольствие от жизни. Вот, то есть, ну, дабы не повторять это... А сколько уже стрим идет? 5 часов? 1 минуту? Приторику, ну, вот логика была примерно такова. Примерно такова, ну, простите, конечно, уважаемый, но, по-моему, вы совсем мимо по гигесию. Вот как он получил киндокандидатскую, просто открывал Википедию. Ну, вообще-то, Аникерит это не типичная информация, честно я вам скажу. Ну, то есть, с учетом, что я вспомнил учение Гигесия практически полностью и победил вот этого вот дядьку, сейчас только что перед вами, без Википедии. И не вспомнил о Никирида, к сожалению, из Кирены, но помнил, что он был и какое у него было учение. Вообще-то, друзья, вы должны понимать, что это нормально, это не так уж и плохо. Но я, конечно, разочарован в том, что я забыл о Никирида, к сожалению. Это печально. Еще, да, также в этой школе тоже очень были интересные, конечно же... А почему есть философия Шопенгаура? Вот эти вот... Не, Гигесия не лох. Например, были еще учения, допустим, о том, что философ, он может находиться за пределами человеческих и должен находиться за пределами человеческого осуждения. То есть, философ, который... Без Википедии американского образования и трех высших. А вот про то, что философ должен быть выше, это он вытащил из одного высказывания Аристипа. Согласно которому, философ тем выше всех остальных людей, тем, что вы все обычные люди, знаете, что будет, если изменятся законы в государстве? Ваша жизнь изменится от этого. Вы зависите от законов. Жизнь философа от изменения законов не меняется, потому что он сам устанавливает себе законы. Ты победил чела из видео, как школьник победил МакГрегора. Не знаю, о чем речь. Видимо, я МакГрегор сегодня. МакГрегор достигает мудрости, он может вести себя как угодно. То есть, он фактически может насиловать, убивать, делать вообще все, что угодно. Будет лекция по философии Брюса Али, друзья, вы заказывайте, заказывайте философию Брюса Али, я вам на два часа захерачу лекцию. Если вы закинете мне пять тысяч рублей, я вам подготовлю такую охеренную лекцию по философии Брюса Али, что вы просто вот, блин, цирк Дюсалей, Брюса Али, вы будете там, просто охереть. Вы будете охеревать от того, какая у Брюса Али была философия крутая. Закиньте мне пять тысяч рублей на философию Брюса Али. Будет. И он станет великим философом вообще-то после этого. Угодно. Потому что, ну и кстати, примерно та же самая риторика, мы потом, я не знаю, там, будем с вами обсуждать вещи, не будем, но так или иначе, примерно такая же риторика, может быть, он знал о риторике Киренайков, может быть, и не знал, это, например, Шопенгауэр, да, то есть, если там вспомнить еще философию, в том числе, Шопенгауэра, то мы с вами можем увидеть следующее, что он тоже говорит о том, что не кушайте ничего, не делайте там, вот, то есть, ведите себя скромно. Да, философ по-своему неуязвим, а шотовисты неуязвимы среди философов, вот что еще круче. Вот вообще не это, вот ведите себя там очень хорошо, а потом, как мы с вами знаем, про Шопенгауэр еще в этом плане, что Шопенгауэр... Ну, друзья, поскольку нам не закинули деньги на это видео, я пропускаю вот этот фрагмент с Шопенгауэром, я не буду его дослушивать, мне плевать. А для кого философ устанавливает законы? Да, для кого угодно. Кто будет следовать законам философа, для того он законы установил. То есть, у некоторых философов были школы. Последняя школа, которая тоже нам с вами очень важна. А вот сейчас будет очень интересно, потому что Мегарская школа редко перечисляется в общих циклах философии, поэтому, друзья, не уходите, пожалуйста, если вы интересуетесь философией, это очень хорошее, вот сейчас будут хорошие моменты. Это, конечно же, Мегарская школа философии. Мегарская школа философии — это наследница трех больших философских величин. Это наследница элеатов, да, то есть элейской школы философии, я вам вкратце напомню. Элейская школа философии учила о том, что бытие есть, небытие нет. Она учила тому, что то, что все в нашем мире, оно неразделимо, неразделимо. Это только нам кажется, что в нашем мире все находится по частям. Однако же, с другой стороны, они еще учили тому, что в нашем мире то движение, которое есть, оно нам только кажется. Кажем из движения. Дальше. Мегарская школа наследует Сократовскую очень... Ну, считается, что это Сократическая школа, основанная Евклидом Мегарским. В ней очень много интересной софистики. Ну, сейчас все узнаем. ...сильно школу... Да, у Променит заимствовали. ...и оно, конечно же, наследует... О Гурдживе почти ничего не знаю. ...наследует такую школу, как Софисты. То есть, вот все известные нам Софизмы... Софисты — это не школа. Чтобы вы просто понимали, Софисты не являлись представителями единого мировоззрения, единой школы, единого сообщества даже. Это разные персонажи, которые были объединены одним именем. Иногда кто-то был чьим-то учителем. Притом, бывало и такое, что какой-нибудь Горги или какой-нибудь Протагор учили не Софистов. Тех мыслителей, которые в итоге стали не Софистами. Например, мы сторонниками Сократических вот этих вот школ, как Дестрада. ...которые только есть. Они были придуманы Эвбуллидом. Да, то есть он, например, говорит о том... Да, как ни странно, Софизмы придуманы Эвбуллидом, а Эвбуллид — представителями Гарской школы. ...чтобы мы просто тоже понимали, да, что такое Софистмы, Софизмы, как они соотносятся с Софистикой. Никак. Обычно никак. Он придумывает те Софизмы, которые... Хотя ладно, я вру. В общем-то, есть старые Софисты, самые древние, самые клёвые, вот к ним никак. А есть более поздние, они уже риторы. ...известны больше всего. Я вам напомню, что в логике есть такие вещи, которые называются, например, силогизмы. Так, что такое силогизмы, знаете? Кто-то знает, кто-то не знает. Если вкратце, силогизмы — это такие умозаключения, когда из двух или более посылок мы выводим что-то третье. Да, например, все люди смертны, Сократ — человек, следовательно, Сократ смертен. Вот это вот пример силогизма. И вот в силогизмах, как их подчасти, являются такие паралогизмы, то есть когда вы совершаете ошибку в вашем умозаключении. А есть еще такая вещь, которая называется софизмами. То есть софизмы — это те вещи, когда вы специально, намеренно, и в посылку, или, например, в выводе делаете ту или иную ошибку. И вот как раз эти ошибки, они придали потом достаточно такой... И Аристотель очень много ими восхищался. То есть, например, вот Эвбулита, он очень много придумывает таких софизмов. Силогизм — это диалектика в каком-то роде, спрашивает Маркус. Нет. Силогизм — это высказывание, которое составлено по правилам языка таким образом, ну, что оно не может быть неверным. Правильный силогизм, по крайней мере, можно так сформулировать. Ну, например, Сократ — человек. Люди — смерти. Сократ — есть человек. Человек и люди. Человек и люди соединяются, правда. Человек и люди — это одно и то же. Это значит равно. Сократ — человек. Равно человек. Человек равно смертен. А значит, Сократ равно смертен. Значит, Сократ смертен. Вот. Все просто. Ну, то есть, это высказывания, которые в рамках логики языка не могут быть ложными. Которые мы знаем до сих пор. А я не скажу, кто победил. Смотрите, уважаемые, смотрите сами. То есть, это, например, софизм, который называется софизм рогатый. А, рогатый, да, рогатый. Ну, я думаю, что софизм рогатый слышали, не слышали? Да говори. Ну, я уже немножко в этом плане про спойлер. То есть, там есть следующие предпосылки и там есть следующие выводы. То есть, первый пункт — вы имеете то, чего вы не теряли. Чаще всего это задавалось в качестве вопроса. Имеете ли вы то, что у дорогих афинян спрашивалось, имеете ли вы то, что вы не теряли? Они говорили, да. Правильный ответ — нет. Правильный ответ — нет. Я не имею все то, чего я не терял. Я не терял, не знаю, самолет. Я яхту не терял никогда в жизни. Я никогда в жизни не терял вселенную. Не знаю, ничего я не терял. Много чего я не терял в жизни. Просто изначальная посылка ложная здесь. А, имеем. Все же понятно, все хорошо. Дальше. Нет, ничего не понятно. Просто идиот может ответить на этот вопрос. Да, я имею все то, чего я не терял. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И этого идиота потом ловят и наказывают непосредственно софизмом. Понимаете? Софизм — это очень круто на самом деле. То есть, если ваш противник — идиот, если ваш противник — идиот, и на него работают такие софизмы, все окей. Вы не виноваты в том, что ваш соперник — идиот, и его можно вот так вот обыграть. Просто нормальный человек на это отреагирует. Нет, я не имею всего того, чего я потерял. Не знаю. Не терял. Я не имею всего того, чего я не терял. И все. Здесь даже думать особо долго не надо, чтобы до этого дойти. Не теряли ли вы никогда рогов? Нет, не теряли. Поздравляем, у вас есть рога. Дальше. Из этой же еще сферы. Ну, то есть, понятное дело, что здесь идет неправильная предпосылка. Чаще всего считается, что софизмы принадлежат софистам. Но на самом деле софизмы принадлежат именно Мигарской школе философии. Да, как ни странно, что забавно. Хотя тут давайте еще сделаем оговорку. Потому что софисты более позднего периода, то есть не первое поколение софистов. Софистов уже второе, третье, четвертое, пятое. Софисты все больше и больше ударяются в риторику и иногда даже в очень низкую риторику, которая включает в себя софистику. Софизмы, то есть софизм. Включает в себя софизмы. Как ни странно. Поэтому вот. То есть в этом русле как раз создается самое большое количество логических парадоксов. Также еще был, например, парадокс, который называется... Лжец. Крытый. Вот была такая женщина, которую звали Электро, и у нее и был брат. Вот эту женщину Электро подводит и говорит, слушай, ты знаешь своего брата? Он говорит, нет. Она говорит, прошу прощения, да, знаю. Говорит, они что-то ей показывают, что покрыто какой-то тканью. Они говорят, а ты знаешь, что под этой тканью? Нет, не знаю. Срывают ткань. Ловким движением руки. Они срывают ткань. И там оказывается ее брат. Вот, следовательно, ты не знаешь своего брата. Оказывали они ей. Дальше. Следующий парадокс. Это тот парадокс, который, я думаю, что вам... Проблема заключается в том, что почти все эти парадоксы разрешаются буквально одним мыслительным актом. Это херовые софизмы, которые можно вот так вот разгадать как бы. То есть, если софизм не вызывает у вас желания очень долго подумать над проблемой, это уже проблема софизма. Если проблема вот разгадывается вот одним хлопком... Спасибо, Кент! Ну это мы посмотрим уже в следующий раз. Я буквально досматриваю это видео и уже отправляюсь кушать. Мне уже пора покушать, друзья. Простите, но досматриваем видео и кушать. Спасибо большое Кенту за заказ. Точно известен, который называется... Мы посмотрим послезавтра в 15.00, напоминаю. ...правится парадокс лжеца, который говорит о том, что лжец говорит, я лгу. Но в изначальной версии он звучал более интересно, с логической точки зрения. То есть, критянин говорит, что все жители острова Крит лжецы. Следовательно, если мы думаем, что он говорит правду, значит он лжет, и мы приходим к противоречию. А если он лжет, значит он говорит правду, и мы снова приходим к противоречию. Вот это хороший... Это даже не софизм, наверное, это парадокс. Это вполне полноценный парадокс, и он хорош. А у меня уши болят уже от наушников, блин. Решение этого парадокса есть в 20 веке, то есть вы можете посмотреть их, большое количество доказательств в интернете. Например, доказательства парадокса лжеца решением Бертрана Рассела. Но они звучат, знаете, они с точки зрения математики и логики, формальной именно логики, может и звучат убедительно. Но, так или иначе, они не всегда в этом плане звучат убедительно. Дальше есть еще один такой парадокс, он фактически повторяет. Вообще, вся проблема заключается в том, этого парадокса, что его пришлось решать Бертрану Расселу, вообще-то, понимаете. Он дожил практически до 20 века, и его так еще основательно не доразобрали, и никто не разрешил. Вот это, я понимаю, софизм, мое почтение, как бы, мое почтение. Две тысячи лет продержался и, как бы, вот, наворачивал всех логиков вокруг своего болта этот парадокс. Лжеца. Клевый парадокс. Респект таким парадоксам, друзья. То, что придумали Элиаты, да, то есть то, что говорил Зенон Элейский, то есть, например, парадокс лысый. Парадокс лысый заключается в следующем. Что, условно говоря, если я кого-то из вас сейчас посажу перед собой и начну по волоску из головы выдергивать, то вот в какой момент я вас смогу назвать лысыми? То есть это, на самом деле, проблема перехода из количества в качество определенное. То есть какой, условно говоря, волосок... У Зенона про зернышко было похоже. ...станет последним. Но, понимаете, здесь они все-таки были не первыми. Об этом еще говорил Зенон Элейский, у него там был немножко другой парадокс. Вот почему мы, условно говоря, как одно зерно падает, не слышим, а когда уже большое количество зерен, мы начинаем слышать. В какой момент шум падающих зерен мы начнем слышать? В какой момент у нас начнется шум? Приветствую, ужасающий ничто. То есть в какой момент мы услышим шум? Но это один из самых, знаете, ярких представителей этой всей плеяды. И вот здесь надо отметить... Это, конечно же, Эвклид. Основатель школы Мегарской. Человек, который очень много разработал... Эвклид Мегарский. ...рабатывал теории по поводу того, что же есть такое бытие. То есть он пытался постоянно, знаете, вот Эвклид, он как-то постоянно говорил о том, что бытие, оно неразделимо. Мы из него ничего не можем ни убрать, ни добавить. И он считается основателем этой школы. Какое у тебя кино победило, я не смотрел. Так посмотрите. Так посмотрите, в чем проблема. Какое у тебя кино победило? Мы тут тебя не смотрели, как бы. Вот видео. Мы тут тебя как бы не смотрели, и теперь хотим узнать, какое кино победило, а? А вы посмотрите видео в итоге, покрутите хотя бы, у меня просмотры хотя бы от этого прибавятся. Считается максимальным таким основателем этой школы. Потом здесь еще надо, конечно же, если мы говорим тоже в этом плане философии, то и о теории религии мы, конечно же, можем сказать о таком... Ну, у этого человека есть провалы в греческой философии значительные, которые мы уже указали. Но есть и хорошие моменты, о которых я сам не знал. И, в принципе, лекция в среднем хорошая. Если вы уже совсем не что разбираетесь в античной философии, ну, можете посмотреть. Почти посмотреть. Ну, например, Гегесия он трактовал неправильно совершенно. Как ни странно. Вот про сатирические произведения Кинников мне понравилось, я там мало чего знал. Мне это вот понравилось. Есть, в общем, очень слабые моменты, есть очень сильные. Наверное, как и во всех лекциях. Хотя нет, не во всех. Есть лекции, которые себе представляют вообще тупо собрание слабых моментов. Здесь и сильные, и слабые есть, поэтому, ну, все хорошо. Лекцию я оцениваю позитивно. Я немножко упустил данный момент, его надо было добавить в Киренаевскую школу. Вот поэтому прошу прощения, мое такое небольшое упущение. Это же, конечно же, философ, которого звали Эвгемер. То есть не все они учили тому, что надо самоубиваться. Вот Эвгемер учил следующему. И, кстати, может быть, слышали тоже такое понятие, которое используется в религиоведении. Это понятие Эвгемеризма. То есть... Не, ну тут есть слабые моменты. Лучше пересмотрите то, что я комментировал, тогда вот получится, наверное, целостно. Эвгемер, он первый, один из первых в теории религии. То есть он был одним... То есть с моими комментариями, наверное, эту лекцию смотреть будет значительно лучше, потому что я очень много чего там добавил. И покритиковал. Там просто изначально некоторые суждения изначально фейковые, потому что автор впоследствии эти же суждения опровергает. Там это уже было два-три раза, тот такой вот трюк. Из утопистов, то есть он представляет вот некоторые тоже идеальный остров, на котором там все обитают и так далее. У него появляется в теории религии следующая концепция. Он говорит, что все вот эти вот Зевс, Гера и прочее, 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 они-то на самом деле являлись... Прообразы героев непосредственно. Это суперкрутые люди. Какие-то героические, замечательные личности, с которых в итоге были взяты прообразы врагов. То есть обычных людей возвели в ранг богов, потому что те люди были великие. Причем они не стали богами. Ничего ужасающего, еще не что. Владимира Орлова тоже не забываем поддерживать. Мне нравится Владимир Орлов как стример. Ну, пока он еще не какой стример, конечно, потому что у него просмотров мало, к сожалению. Но ритор он потрясающий. Замечательно говорит. Учение Штырнера мне нравится. Орлову донатьте, друзья. Не забывайте приходить к нему на стримы хотя бы иногда. Если у вас есть выбор, да. Орлов, который был гостем, друзья, не забывайте, не забывайте. Очереди сейчас нет, но я ухожу после этого видео. Можете что-нибудь задонатить. С удовольствием посмотрим послезавтра. Продолжаем. Они являлись всего лишь когда-то людьми, но людьми выдающимися настолько, что уже через несколько поколений они стали богами. Вот он якобы путешествовал. Ну, в смысле, они стали через несколько поколений считаться богами, чтобы вот правильно было. Правильно расставим здесь акценты. Ну, давайте ужасающие не что, две минуты задонатьте. По какому-то там тоже острову. И он там находит табличку. Ну, понятно, таблички уже до нас не дошло. То есть он путешествовал. Надеюсь, она без лицензиаров. Славим царей. Зевса, Геру и так далее. И он начинает догадываться, что, возможно, это были всего лишь люди, но которых уже впоследствии объявили как богами. То есть они стали для людей как богами. Но здесь он говорит... Так, как богами. Их стали воспринимать богами, действительно. Следующую фразу. Он говорит о том, что у Эвгемера появляется такая концепция, что некоторые люди, возможно, сами придумывали себе славу богов. То есть они себе создавали такой пиар, что потом их делали как богов уже в дальнейшем и впоследствии. Такая позиция, она дошла до настоящих дней. Эвгемеризм называется она, действительно. Эвгемеризм называется позиция эвгемеризма. История стала мифом, а миф религии, пишет угнетатель. Вот эта концепция восходит к идеям Эвгемера. Вот. Так, вот у нас с вами получается как раз три. Да, жалко, что мы почти все это видео просмотрели на халяву. Никто не закинул нам 400 рублей. Но мне не жалко, мне не жалко. Видео хорошее, было что прокомментировать, было что добавить. Я думаю, я из этого хайлайт сделаю. Я из этого стрима сделаю несколько хайлайтов, подозреваю. Таких больших учений, которые у нас с вами есть. С одной стороны, да, вот я начну, закончу там, где и начал фактически. То есть это были три школы, которые продолжили. Три пацана, три пацана были. Напрямую наследие Сократа, Софисты. Напрямую учения Сократа они не то, чтобы продолжили. Мне кажется, они просто традиционно называются сократическими. И мы их называем так, ну вот буквально потому что... Просто потому что. Просто потому что киринаики во многом критиковали Сократа. Далеко не во всем были с ним согласны. Мегарцы, тем более, они во многом к Софистам апеллировали, как ни странно. Да, смешивали, но такое сложно. А есть философия, в которой нужно пиздиться палками, спрашивает Влад Барков. Вам ки... киником, как раз киником. Киники, может быть, больше всего отношения к Сократу имеют. Спасибо, ужасающие ничто. Спасибо большое. ХТТПС двоеточий слышь слышь яу. Окей. Послушаем. Послушаем песню перед завершением нашего стрима тогда. То есть в Мегарской школе философии. Мегарская школа, она фактически спор софи... Вообще не люблю, когда что-то сводят к каким-то личностям, знаменателям. К Сократу великому, замечательному. И Сократа доводят до какого-то максимального предела. Она... Вот это привет, конечно. Вот это привет. Вот это был привет. Сейчас. Это реально был такой привет? Бля... Спасибо, император Троян. Это был самый... Самый крутой привет в моей жизни. Просто... Господи, это привет. Вот это привет. Все бы со мной так здоровались, император Троян. Вот это да. Спасибо большое. Вот это поздоровались с Александром Шадовым. И никто не ожидал подвоха, честно говоря, такого великого. С приветом. Доводят до абсурда. Да? То есть вот эти вот все придумывая, эти все парадоксы и прочее, прочее, прочее. Кири наики же... Боже мой. Я наполовину выплатил кредит, считайте. Только что. Хава-Нагила, друзья. Хава-Нагила. Философия побеждает. Вот это да. Воплощают те или иные... Заказ в привете. Привет. Или это было пять тысяч на лекцию... На лекцию про философию Брюса Ли. Но, к сожалению, не было подписи. Если угнетаю... Если, в общем-то, император Троян закажет, мы сделаем. Идеи. Да? То есть они воплощают идеи об удовольствии. То есть, что вы вообще-то по жизни не должны страдать. То есть вот их самое... Я теперь кири наик, друзья. Все. Пять тысяч. Шесть тысяч за сегодня заработал. Гимнасофист, у меня кредит был с самого начала. Я его еще год назад взял. Там 200 тысяч было. Я должен был. Я уже половину выплатил непосредственно со своих денег с работы. И 70 с чем-то тысяч уже скинул непосредственно за счет, знаете чего? За счет как раз стримов. Больше 70 тысяч закинул. Ну и там не только стримы. Я еще много где подрабатывал. Но такое получилось. И я почти закрыл кредит. Основная идея. Зачем в этом мире страдать? Император иногда появлялся в чате вроде. Да, появлялся в чате, друзья. Да, потом вспомните вот здесь вот Платона, которого мы несколько лекций назад обсуждали. Платон, он же обратное говорит. Он говорит, что жизнь... Кредит на компьютер. Он сейчас передо мной стоит. Монитор за 12 тысяч тоже передо мной большой стоит. На нем хорошо с графикой работать. Вся графика, на которой я работал, сделана с помощью этого монитора и компьютера. Вебка, которая передо мной сейчас находится. Микрофон за 5 тысяч, который передо мной сейчас находится. Плюс я напечатал сборник книг и остатки денег на защиту диссертации отправил себе тоже. Потому что без дополнительных средств защитить диссертацию я просто не мог. Нужно было устраивать определенную, в общем-то, магию создавать. Она должна... Жизнь философа. Ну, то есть, я благодаря этому кредиту, в том числе сейчас с вами. И вполне себя так хорошо чувствую. Ну, то есть, у меня хорошая аппаратура, у меня хороший... Хороший монитор, я могу хорошо работать. Ну, тем более, старые видео я делал с помощью всей этой аппаратуры. Я доволен, я доволен. Я такой хороший, хороший стрибер, да, в итоге, типа, получился из-за этого. Тем более, она должна быть полна страданий для того, чтобы мы обратили взор к реальному бытию. Для того, чтобы мы... Какое нахер реальное бытие? У меня 5 тысяч только что прибавилось, чувак. Хватит, хватит пробытие. Обратили взор к настоящему миру. А вот здесь вот эти самые гедонисты, которые говорят об удовольствии здесь и сейчас. Но, опять же, это... Не здесь и сейчас. Ну, уже разобрали. Не здесь и сейчас. Удовольствие просто об удовольствии. Ты же сам-сам себя опровергнул. Уважаемый лектор, вы сами себя опровергли в течение лекции, когда приводили тезисы о респи, типа, не здесь и сейчас. Там все хитрее, там все значительно хитрее. Там это не живи сегодняшним моментом, там, не заливай себе бухло вот так вот сверху в глотку. Нет, это по-другому работает. Это другая сторона. Это освобождение от телесности. Попытка освободиться... Вот если мы с этой стороны посмотрим, это та же самая позиция, как и у того же самого Платона. То есть Платон... Ну, Платон выходит через разум. А Киренайке, да, и Гегесий, например, Александрийский, он говорит о буквальном... На Гегесии, к сожалению, автор лекции тоже, вот, Гегесия, он опозорил. Это как будто бы философия самоубийства была. Просто тупо, тупо убивай себя, потому что ты живешь, потому что у тебя тело есть, как бы. Нехорошо. Вот это мы не поддерживаем. Гегесия потоньше философия. Там есть определенные если, определенные операторы, с которыми мы работаем. То есть, если плохо живется, если вы не получаете удовольствие от жизни, то имеет смысл убить себя по Гегесию. А не просто убивай себя, потому что у тебя есть тело. Немножко по-другому расставлены, в общем-то, приоритеты у Гегесия были. Мы не поддержим самоубийство на канале в Твиче, уж точно, и вообще нигде, друзья. Не самоубивайтесь, даже если вам плохо. Многих есть еще. Ну, ребят, у меня было 1300, как бы, и я думал, ну, нормально, нормально, хорошо поработал. И внезапно пришел император Троян и сказал привет. Это был самый большой привет в моей жизни. Ладно, я все еще смотрю, я не верю, что у меня такой привет сегодня. Мы вернемся, да, к киникам, то и киники же, они на самом деле делают то же самое. То есть, они пытаются через свои аскетические упражнения, через свою аскезу, через свою аскезу они пытаются прийти к таким действительно, ну, знаете, каким-то очень, наверное, правильно, достаточно правильным, интересным выводам. Но при этом они пытаются освободиться, то же самое, закалить тело так, чтобы уже ничего не могло сломить их тело. Не только тело, но и дух, да, а тело как первая, скажем так, такая ступень существования в этом мире. Потому что дух, он все равно важнее. И все три эти школы, они так или иначе пытались, они между собой конкурировали, они между собой дебатировали, они между собой взаимодействовали. И Сократа еще критиковали. Все. Ну, может быть, не знаю, как там с мигарцами, хотя их философия сильно отличается от сократической по ряду параметров. Но Киринайки и Киники, ну, прям критиковали Сократа. Даже Антисфен критиковал Сократа, насколько я помню. Но все представители вот этих вот замечательных, потрясающих школ, вот, они как бы с уважением относились к тому, как Сократ умер. То есть смерть Сократа, она повлияла на греческую философию, ну, очень сильно. Смерть Сократа, это целая настоящая легенда. Сейчас, давайте досмотрим видео, потом я послушаю музыку, я очень рад. Не надо на себе представлять, что это вот было три просто таких учения, которые существовали отдельно. Нет, они существовали в жесткой полемике с другом. Я просто Димону напишу, он сказал, ты не накопишь на кредит. Мой друг Дима только что, как бы, это, проиграл. Друг с другом. То есть, скорее всего, они этим и прославились, тем, что они так или иначе полемизировали друг с другом. Они, вот в этом, они постоянно находили себя, и они приходили к новым... Блин, я чувствую себя древнегреческим философом. Который находится на службе у императора Трояна, на зарплате у императора Трояна. Скажем так, они приходили к... Не, на самом деле, многое радует, больше, чем деньги. Но деньги сейчас вот как раз очень помогли, очень помогут мне, очень помогут закрыться по кредиту и дальше хорошо бытовать, получше бытовать, чем сейчас. Новым условием, и они... Еще пять тысяч от Дмитрия нет, к сожалению, но Дмитрия я удивлю сегодня. Пытались свое, скажем так, свою философию применять в новых социополитических, социокультурных условиях. Этот вывод поддерживает. Таким образом, их философия, она постоянно развивалась, она получала свое развитие. Согласен. Все школы эти менялись, так или иначе. И это изменение было, в общем-то, описано в данной лекции. Знаете, в целом хорошо. Бывает и хуже. Бывает намного хуже. Я поставил лайк, друзья. Я думаю, я выражу хайлайт этого видео. Видео хорошее. Ну, а тут даже, видите, по минутам все расписано. Хорошее видео. Жалко 23 лайка всего-то. Ну, то есть, жалко, что люди не смотрят. Нечто такое...